Приветствую вас, я рекомендую обратить внимание на ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, мне он показался наиболее интересным и, в общем-то, очень точным в плане описания вот именно вашей проблематике. Наверное, мой ответ будет в чем-то соотноситься с ответом коллеги, в чем-то перекликаться с ним, вот, надеюсь, что для вас это не станет критично, надеюсь, что для вас это не будет чем-то серьезным. Ну, в первую очередь, мне хочется сказать, что у вас чувствуется очень много мыслей. Александр, то есть, что это значит? Очень много мыслей. Это значит, что вы очень много мыслите, думаете, выстраиваете схемы, какую-то, может быть, тактику пытаетесь подобрать, ищете универсальный рецепт, универсальное решение, и задает впечатление, что вы очень нестонтанный человек. Вот. Я не говорю о том, что это обязательно плохо, я не хочу сказать, что это обязательно плохо, вот прямо обязательно плохо, то, что вы нестонтанный человек. Но, судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы говорите, можно предположить, что вам, ну, вот так жить, вне сам-самности, да, так жить, полагаясь только на разум, только на когнитивный аспект, ну, достаточно тяжело. Вот, достаточно тяжело, если не сказать больше, да, если не сказать больше, если не сказать того, что это очень изнуряет, это здорово изнуряет. Вот. Поэтому мне видится, ну, мне видится ситуация вот такой, в первую очередь. Мне видится ситуация такая, такая. Мне видится ситуация вот в том, что все-таки, все-таки, вы очень много внимания уделяете когнитивной стороне вопросу. Вы пишите. Тотальная прокрастинация на работе день ото дня. Смотрите. Здесь вы, такое впечатление, да, что пытаетесь убежать от, как бы так сказать, пытаетесь убежать от реальности, от реальных чувств, потому что прокрастинация – это термин. И термин – это профессиональный, в большей степени, чем, вот, ну, чем реально описывающий какую-то проблематику. В том числе, ну, вот, вашу проблематику, допустим, к примеру. Вот. Поэтому мне кажется, что вам имеет смысл обратить внимание на реальные чувства. Реальные ощущения, а не на, вот, какие-то профессиональные термины, которые могут быть, там, допустим, как, ну, как полезные вам, да, так и без полезных совершенно. Вот. Ну, просто, просто потому что, просто потому что, такая вот история, просто потому что вот так. То есть, вы пишите, у меня прокрастинация, но давайте попробуем без термина, да, вот, попробуем без термина, описать, что представляет из себя, вот, эта самая прокрастинация, то есть, что она всегда представляет. Вам не хочется, там, допустим, ну, допустим, вам не хочется что-то делать, допустим, вы не хотите, допустим, например, работать. Или вам не хочется, не хочется, к примеру, да, вам не хочется, ну, чего-то и ничего. То есть, вот, давайте постараемся, постараемся определиться с этими моментами вашим живым языком, а не через термин, термин прокрастинация и прочее, прочее, прочее. То есть, что такое прокрастинация? Это откладывание на потом каких-то дел. Значит, вы, получается, получается, вероятно, не чувствуете, что то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, для вас сколько-нибудь важно. То есть, нет, ощущение я, что то, что вы делаете, является важным для вас, для вас является важным. И вот, соответственно, наверняка вопросом, а как, как, так получилось, что вы занимаетесь тем, что вам, ну, не так важно. Вот, собственно, чем вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь. Вот. То есть, здесь вот нужно этот момент раскрыть. Дальше. Ощущения от самого себя порой неприятные. Какие? Опять же, да, какие ощущения у вас? Что это за ощущения? Что они из себя представляют, эти ощущения? Это очень важный момент. Очень важно вам ответить себе на вопрос, что это за чувства, которые вы испытываете. Вот. Что они из себя представляют, эти чувства. Вот. То есть, понятно, что неприятные ощущения, если бы, если бы ощущения были приятные, то, ну, вас бы не было, наверное, здесь, на сайте. Это логично. 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 Но все-таки хочется более, более подробно услышать вот этот момент, этот момент. Вот. Дальше. Пустые разговоры, сплетни, намеченные задачи не выполняются. Здесь я бы сказал, что вы заменяете. То есть, здесь я бы сказал, что вы, вот, просто замещаете одно другим, да, то есть, вот, вам, там, допустим, не нравится что-то, да, вам не нравится, ну, к примеру, чем-то заниматься, да, вам не нравится, вот. И из-за того, что вам не нравится, вы, вот, как бы, компенсируете это, ну, другими занятиями, да, потому что, ну, энергию куда-то выражать нужно, и вы выражаете ее, вот, в этом направлении. Вот это не хорошо и не плохо, это просто такая вот данность, на мой взгляд. Вот. Опять же, как вы воспринимаете эти самые разговоры и сплетни, почему вы считаете их пустыми? То есть, идет обесценивание, по сути, того, чем вы занимаетесь. Максимум на день могу взять в себя руки для конкретной деятельности, но потом опять наступает сплошная лень. Ну, эээ, у лени, как правило, есть причины. Всегда есть причины у лени, вот, совершенно не бывает такого, что лень без причины возникает, совершенно такого не бывает. Вот. И, соответственно, если у вас лень, значит, ну, значит, на это есть какие-то основания, основания. Вот. Вопрос заключается в том, что это за основания, что они, эти самые основания из себя представляют, да. Вот. И, соответственно, что с ними можно сделать, как вы вот эти самые основания, образно говоря, допустили. Вот. То есть, это один из важных ключевых моментов. Вот. На мой взгляд. Дальше. У меня жена и двое маленьких детей. Младше ему 9 месяцев. Конечно, у детей нульное время. Иногда и недоступания случаются, но в целом они только радость принят, потому что в засталости, поэтому в засталости от семейного быта проблемы не связываю. Ну, я бы сказал, что, вот, знаете, я бы сказал, что, может быть, может быть, вы не связываете, но у меня возникло ощущение, что дети ваши, вами, вами, вами воспринимаются, как точно, знаете, такая обязанность, вот, такое у меня возникло чувство. Вот. И дети, они для вас представляют сейчас, на данный момент, конечно, конечно, в меньшей степени, конечно, представляют для вас раздражающий фактор, вот. Но все равно, все равно есть, как бы, этот элемент не свободы. Вот. Кроме того, как заметил, справедливо заметил, на мой взгляд, мой коллега, кудрячок Игорь Леонидович, вы, вот, вкладываете такое впечатление, что вы работаете из-за того, что у вас вот есть жена и дети, которых, ну, которых нужно содержать, вот, значит, и, соответственно, вы себя здесь, опять же, ну, подавляете, что ли. Вот. Вот. Именно из-за того, что есть, такая вот, обязательно, такая есть необходимость, необходимость работать. Вот. Из-за, из-за жены и детей. Хотя, может быть здесь и, эээ, просто все, все в одну кучу. Все в одну кучу, в одну кучу. И то, что вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ которые, вот, требуют, ну, там, внимания и всего-то такого. Кстати говоря, очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, с какого периода у вас это началось, то есть, вот, ну, с какого периода, момента началось у вас такое вот восприятие себя. Это, мне кажется, очень важный момент, очень важная история. Было бы здорово, если бы вы это раскрыли. То есть, ну, не всегда, не всегда же у вас была прокрастинация, правильно? И когда-то, наверное, ее не было, а теперь она появилась. Значит, в какого-то момента это все началось. Возможно, это бы появилось не сразу в той форме, в какой-то сейчас, да, в той агрессивной форме, в которой это сейчас. Но появилось. Появилось. и раз появилось, значит, что-то этому могло поспособствовать. Вот. может быть какие-то, ну, допустим, в вашей жизни, может быть, некие перемены в вашей жизни, может быть, что-то еще случилось. Вот. То есть, мне кажется, что этот момент тоже можно и поменялось, наверное, в обычном. Вот как вам сказать. Здесь чувствуется страх. Так. То есть, даже если семья не является именно источником усталости, хотя это не усталость, не усталость. То есть, чтобы обидовать, это скорее нежелание что-либо делать. Вот. Даже если семья не является источником усталости, все равно она, семья, не является тем, где вы чувствуете себя расслаблено. Знаете? Какая стоп. То есть, вы не отдыхаете, ну, вот, в семье своей. А это значит, это значит, что семья тоже оказывает какое-то влияние. Пускай и не такое сильно. Вот вы говорите, что ваша жена серьезные проблемы в этом не видит. Как бы, что происходит? Она обесценивает. Так, да? Она обесценивает то, что вы чувствуете. И вы не можете этого не замечать. Вы знаете, вероятно, что это происходит. Вы знаете, что она обесценивает ваши чуды. Вы это, повторюсь, знаете. Вы не можете этого не знать. Вот, ладно. Какая история. и возникает столько. Один вопрос. Как вы, по факту, к этому относитесь? Хорошо ли вы к этому относитесь? Или плохо ли вы к этому относитесь? То есть, как? Какое у вас к этому отношение? Вот это то, на что нужно обратить вам внимание здесь. насколько вам ваша семья, к примеру, к примеру, помогает, допустим, справляться с, ну, с трудностями, вашими трудностями. Насколько ваша семья вам в этом помогает? Насколько вы чувствуете, что она вам в этом помогает? Насколько она может вам в этом помогает? Может ли? Хочет ли? Помочь? Понимаете? Какая история. Не требует ли меня от вас большего? По вашим ощущениям. Именно по ощущениям, повторюсь. Не требует ли она большего, чем вы можете, к примеру, дать? А если требует? Что как вы к этому относитесь? Вот это, это те моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание. Потому что это напрямую касается вас. Это напрямую касается вашей самой главной интимной сферы, может быть, семьи. Дальше. Так. Мне от чего-то сильно не по себе. От чего? Давайте это поистанем. Это нужно раскрыть. Так. Мне трудно заканчивать дела. Лень досконально разбираться даже с интересующих меня вопросов. Быстро теряю интерес даже с интересным, на первый взгляд, делом. Ну, тут я полагаю, что можно, здесь можно ответ другого коллеги, имя сейчас не вспомню. Вспомню, привести, который сказал, что отсутствие ценностей. То есть, вот, вы все объяснили, что вы делаете. Не осталось ничего для вас важного. Важного. Почему? А потому что важно. По-видимому. По-видимому. Важного. Что-то другое. Вопрос заключается в том, что именно. Вопрос заключается в том, что конкретно. Что конкретно для вас важно сейчас, на данный момент. Ну, вот это. Вот это. Мне кажется. Мне кажется. Такой историей. Знаете. Определяющей. Определяющей. Я имею ввиду вашу позицию, да. и то, как вы себя ведёте, в том числе со своими близкими. Понимаете, да, в чём идёт прочь? Я надеюсь. Дальше. Так, также достаточно часто я чувствую раздражение к некоторым знакомым, порой к незнакомым людям. Ну, здесь, я так полагаю, речь идёт о сравнивании. Я, конечно, не уверен в этом. Но, на мой взгляд, речь идёт о сравнивании, о том, что вы, вот, сравниваете себя, собственно, с другими людьми. Сравниваете себя с, ну, теми, кто вокруг вас. И взаимодействие с ними, с ними, взаимодействие с ними, с этими людьми. А по факту, вы чувствуете, что можете, что способны на большее, но это, получается, никак не реализуется. Важно. Что, нестерпенно, не может, не может, не подавляться. В той или иной степени, что не может, не подавляться. Поэтому, я полагаю, что вам раздражение здесь даёт понять, даёт понять, чего вам не хватало, что вы хотели. Это, с одной, с другой, с другой, с другой стороны, речь идёт о том, что вы, опять же, склонны себя сравнивать. Вы склонны себя сравнивать с другими людьми. Ну, это, кстати, очень интересный момент, на мой взгляд, если мы так ну, поисследуем его, и постараемся определить, как вот, ну, как часто вы себя сравниваете вообще с людьми, и на каком основании, и... Как это происходит? Как это происходит? У кого вы этому научились? Научились, например. Понимаете, да? Дальше. Так, мне почти 30, я до сих пор не определился, какого я полёта птица. Э, а, как же вы тогда работаете, если вы не не смогли определиться, какого вы полёта птица. Как же вы тогда работаете, как у вас тогда есть профессия, если вы не смогли определиться до сих пор, какого вы полета птица. Я вас не обвиняю, опять же, не подумайте, чего пошло. Я вас не обвиняю, но нет цели вас обвинять. Но у меня есть цель раскрыть проблематику, которая возможно имеет место быть у вас. Допустим, вы действительно не знаете, какого вы полета птица. Что вы в это вкладываете? Опять же, важный момент, что вы в это вкладываете. То есть, допустим, ну, допустим, допустим, вы вкладываете в это то, что, например, вы себя не нашли. Допустим, если вы себя не нашли, то что вы делали для того, чтобы себя найти? Делали ли вы для этого что-то? Вот это, в том числе, то, на что нужно обратить внимание. Вам своё, да? Хочется жить в удовольствие, не быть посредственностью, доставлять радость людям. Ну, то, что вы говорите, это скорее объективное, но не субъективное. В том смысле, Александр, что, говоря так, говоря таким образом, вы игнорируете взаимодействие с опытом своим, вы игнорируете обработку опыта, и вы начинаете уже существовать и жить не собой, не тем, что вам, например, действительно вот интересно и важно, да, а вы начинаете руководствоваться, ну, чем-то другим, другими моментами. То есть, другие моменты, это вот здесь, другие моменты, ну, это некий такой идеал, допустим, к которому вы стремитесь, что, мягко говоря, ситуацию не упрощают. То есть, вы говорите, хочется жить в свое удовольствие. Вас можно в этом понять. Вас можно понять, что вы хотите жить в свое удовольствие. Но, чтобы жить в свое удовольствие, для этого необходимо прислучать свои чувства. Вы этого, судя по всему, не делаете. И опять же, это не обвинение. Это константатская практика. Ваше желание жить в удовольствии, оно понятно. Но, вы не слушаете себя в своих чувствах. Как же вы можете в таком случае жить в свое удовольствие? Ну, вот, мне кажется, что, ммм, никак. Это невозможно. То есть, вы делаете сейчас, на мой взгляд, все для того, чтобы, как раз таки, не жить в свое удовольствие. Но, еще раз повторю, я могу ошибаться. И, то, что я говорю сейчас, это общее впечатление. Общее впечатление от того, что вы не свободны. Общее впечатление от того, что вы тотально не свободны в своей позиции. Тотально не можете себя найти. Тотально загнали себя в угол. Надо, должен, обязан и так далее. Вот такая вот печальная история. Пока выполняется необходимый минимум. И минимум выполняется необходимый абсолютно. И полностью, без какого-либо удовольствия. Да, Александр? Вот абсолютно, полностью, минимум, минимум выполняется, без желания. Желание выполнять минимум, нет. Вот, соответственно, с этого и стоит начало. На что тратятся ваши ресурсы? Почему ваши ресурсы тратят? Как много ваших ресурсов тратят? Как вы относитесь к тому, что, ну вот, что ваши ресурсы тратят? Как вы, как вы относитесь? Насколько вам, например, не знаю, хочется, чтобы они собрали праздник и так далее. Подмогу начать от соотношений в семье. Вообще, соотношений к себе. Потом соотношения в семье и потом уже со всем остальными. Потому что ждать нужно самого ближнего. Себя. Вот. Ну, что касается последней вашей фразы, что еще эксперта на пару сеансов, это уже зависит исключительно от вас, да. То есть, в принципе, любой коллега может, любой коллега, да, может вам оказать помощь в вашем вопросе. Вот. Эффективность зависит в том числе и от вас. Но я могу совершенно точно сказать, что за пару сеансов, с учетом того, что вам почти 30 лет, за пару сеансов это не решить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Сейчас я вам ловлюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...